отлично добрый день уважаемые коллеги меня зовут муртазин дварт я директор по логистике кондитерской компании дымка мы находимся в городе кирове с компания xilod в общей сложности мы закрыли три проекта это был логистический консалтинг самый первый проект был проект это внедрение тмс и внедрение в мс наша компания была образована 1994 году мы достаточно молодая компания активно развивающийся на текущий момент у нас есть четыре бренда от которыми мы продаем свою продукцию этот дымка здраво пряничный домик и веселая коровка у нас более 400 скаю и мы проводим продаем нашу продукцию и только по всей россии но и порядка 20 стран ближнего и дальнего сорубежья тысячи в 2018 году компания приобрела здание новое с которой мы купили специально под распределительный центр логистический и мы открывали новый полностью старя соответственно при открытии распределительного центра было принято решение что мы будем менять свои свое программное обеспечение и искали подрядчика для реализации проекта и для внедрения тмс и в мс здесь показан на фотографиях наш складской комплекс у нас склад класса b порядка 20 ворот приема и отгрузки товара ну и трехъярусное хранение на складе и когда задались вопросом а кто же будет внедрять новое программное обеспечение то мы рассматривали несколько компаний которые предлагали свои варианты тоже достаточно мучительно и долго мы разбирались с этим вопросом смотрели различные компании но остановились на компании axelot потому что как уже говорил передо мной модератор значит нам было референс визиты все предоставлены которые мы хотели кого мы хотели посмотреть при посещении компаний которых мы были никто не обманывал то есть не пыталась со стороны axelot какое-то давление быть на оказывать на наших коллег то есть нам честно откровенно все рассказали какие были проблемы при внедрении как внедрялась как вела себя компания axelot при проекте и поэтому мы сделали свой выбор мы выбрали компанию axelot и с ней стали работать как уже тоже говорилось для транспортной компании тмс это что-то среди то есть нашей ситуации мы производственная компания мы сами производим и продаем нашу продукцию поэтому тмс явился продуктом который стал решением для нескольких подразделений то есть не только транспортная логистика обеспечивалась эта программа да но и дополнительно другие подразделения то есть это и финансовая служба и бухгалтерия коммерческая служба отдел снабжения то есть участвовали фактически все и когда разрабатывался концептуальный дизайн когда мы проговаривали что мы хотим увидеть от этого решения то есть у нас специалисты всех отделов участвовали каждую свое требование высказывал и высказывал свое ожидание то есть для логистики нам нужно было стандартизацию процессов провести потому что подача заявок на доставку клиентам происходило то по электронной почте то по телефону как попало то есть эти заявки могли меняться то есть это конечно нас не устраивало и мы хотели как-то стандартизировать этот процесс то есть финансовой службе нужно было прозрачность учета затрат коммерческая служба видела затраты на логистику но она видела обобщенный затрат то есть они не понимали доход на затраты по конкретным клиентам по отдельным направлениям по отдельным заказам и это тоже было таким немаловажным значением так ну и почему же мы все-таки остановились на акселоте наверное потому что мы когда анализировали кто представляется их услуги на рынке таким занимается мы брали информацию из различных источников мы видели что акселота было самое большое количество внедрений тмс и вмс то есть плюс компания общается с многими другими логистическими компаниями компания акселот общается они знают особенности их работы и мы надеялись на их опыт ну и конечно мы сами уже имели достаточно большой опыт мы четко понимали что мы хотим получить вот тмс и вмс и поэтому у нас были свои определенные условия и готовые требования которые в принципе акселот все реализовал в этих программных продуктов ну и какие же причины внедрения тмс у нас были у нас был самописный рабочий стол логиста то есть логисты ну и я в частности мы технические задания писали для наших программистов и они их реализовывали но в определенный момент мы поняли что вот этот рабочий стол логиста он не соответствует требованиям времени и нам нужен боль но наша программа уже достигла своего предела то есть и раз и дописывать свою программу уже не могли и вы тогда решили внедрить мс одним из причин что было и что меня как категорически не устраивало старой системе что у нас наши логисты принимают решение интуитивно исходя из личного опыта и навыков работы если с опытными логистами где-то было попроще то молодые новые сотрудники с ними были всегда проблемы то есть кто-то не хотел считать рентабельность рейса кто-то не умел считать то есть это создавало дополнительные проблемы это требовало дополнительного внимания к этим сотрудникам и приходилось отвлекаться от других задач более важных дублирование информации тоже присутствовало то есть это где-то какую-то информацию логисты как где-то бухгалтерия то есть ну и дополнительные затраты времени тоже это вызывало формирование рейсов также происходило за счет опыта сотрудников то есть если на междугородник перевозка можно посмотреть на карту и примерно составить маршрут ну достаточно точно то при объезде город и область клиентов которые в городе в области находятся это создает сложности точек очень много у нас подарят порядка 400 заказов мы доставляем ежедневно соответственно конечно не логисты в голове это не могут держать где расположена . где какие подъезды то есть это достаточно сложно поэтому маршрут ставились примерно в конечном итоге еще и водители при движении по маршруту решил что маршрут неправильный поехал так как он считает нужно но так как сейчас очень много сетей сетевых клиентов и время достатки жестко лимитировано не только дата но и время а вольность сотрудника приводила к определенным проблемам ну одним из больших и сложных вопросов которые мы долго пытались решить это распределение транспортных затрат между нашими клиентами вопрос сложный он создавал мягко говоря трение между экономической службы логистами и отделами продаж то есть и при внедрении тмс мы заложили один из моментов основных решить этот вопрос что больше к нему не возвращаться ну как я сказал отсутствие прозрачности работы всех исполнителей потому что отчеты были сводные общие то есть я видел в целом затраты по транспорту отдельно по региональным перевозкам отдельно по городским то есть но более глубокой детализации не было то есть были и комплексные затраты автоматизация ручных процессов понятно программа тмс это программа автоматизации и уход от экселя как уже здесь говорилось до этого то есть уйти от бумажек на которых там в бумажных носителях ведут какие-то информацию логисты отдельно потом ее собрать невозможно то есть все нужно было автоматизировать собрать в одно место чтобы при необходимости можно было любую информацию поднять за любой период и разобрать проблему если она возникала объективная информация нужна финансовая была не только экономистом но и менеджером отделов продаж на чтобы понимать какой финансовый результат по какому клиенту реальный объективный них есть также у нас отдел снабжения данный момент этой информации потому что общая затрата была но без разделения по каждому конкретному поставщику и поэтому они примерно только знали реальную цену входа сырья на предприятие ну естественно это снижение затрат то есть это постоянно неотъемлемая задача ежегодная наверное всех комп логистических компаний управленческий учет более глубокий был необходим потому что с таким поверхностным учетом который у нас был уже работать было нельзя было сложно принимать какие-то серьезные управленческие решения приходилось тратить очень много времени на то чтобы помимо информации которая была свободном доступе еще где-то искать информацию и уже снимать какие-то риски принятия решений в условиях неопределенности ну и работа контроль за работой водителей и лайк надо было настроить индивидуальный контроль за каждым отдельным логистом и за каждым отдельным водителем ну и как итог вот всего внедрения это мы с конечно это повышение уровня логической логистического сервиса для наших клиентов но это же деловой репутации нашей компании учет распределения затрат я уже говорил достаточно такой тяжелый для нас был вопрос тмс мы хотели его разделить не только по направлениям деятельность то есть отдельно региональной перевозки отдельно городские сырье внутренние перевозки тоже мы выделили в отдельный вид и по ним тоже сейчас отдельно считаем затраты ну и также детализация по каждому отдельному автомобилю и по рейсу у нас достаточно жесткие требования предъявляют собственники к эксплуатации собственного транспорта подход простой мы вложили деньги собственный транспорт он должен нам приносить доход то есть собственный транспорт убыточным быть не должен поэтому одна из целей внедрения тмс было четкий расчет рейсов по собственному транспорту и расчет рентабельности перевозок но рентабельность перевозок мы считаем как по наемному транспорту так и по собственному я там дальше покажу в рамках тмс была разработка был разработан функционал где не логисты а программа автоматически рассчитывает рентабельность перевозок как лучше вести своим транспортным либо наемным то есть и логистам выходят конкретные цифры то есть они уже никакой интуиции не доверяют смотрят на реальные конкретные цифры и очень легко можно принять правильное решение то есть мы исключаем ошибки исполнителей непосредственно момент работы ну и также чтобы закончить распределение затрат мы сначала пошли классической схемой распределяли по тонны километрам но у нас третий класс грузом достаточно легкий соответственно и при одинаковых габаритах короба вес короба может варьироваться от двух до семи килограммов поэтому распределением шло не всегда корректно что вызывало определенные споры мы пошли по второму варианту решили распределять по плотности груза то есть это вес деленный на объем умножаем на расстояние до клиента стала распределяться затраты стали лучше распределяться но тем не менее вопросы оставались ну и последнее это по величине загрузочных метров на клиента это алгоритм расчета мы сами разрабатывали здесь самостоятельно базовые в коробочной версии оксилота это была отдельная доработка отдельное задание которым аксилот справился на отлично то есть сейчас мы вопрос по распределению затрат по клиентам полностью сняли то есть его у нас нет ну если бы до переходить плавно к итогам то корректное распределение затрат как я уже сказал то есть распределение происходит по каждому отдельному клиенту распределение мы считает программа сколько метров занимает каждый клиент то есть при формировании рейса логист видит что у него в машине допустим 5 клиентов и программа рассчитала что за это занимает примеру 12 метров в машине то есть он знает что у него еще полтора метра свободных есть это дает возможность логисту более полно загружать машину тем самым на доставку продукции также вот это грамотное распределение затрат по клиентам позволяет менеджером отделов продаж четко понимать доходность каналов сбыта и вести более гибкую ценовую политику ну и как я уже сейчас чуть раньше сказал то есть на стадии формирования маршрута каждый логист видит затраты на собственный транспорт сколько денег потратить компания если своим транспортом повезет сколько какая рыночная ставка реальная по данному маршруту то есть у нас была создана матрица рыночных ставок по всем направлениям перевозок по всем городам и исходя из этой матрицы программа и количество точек дополнительных выгрузки на программа рассчитывает рыночную ставку то есть мы ее перепроверяли неоднократно скайп реальный то есть и на нее можно логистом и они ориентируются на вот эту рыночную ставку что упрощает как раз вот выбор в пользу своего либо наемного транспорта также немаловажный момент это прокладывание маршрута не интуитивно а на основании математических расчетов то есть тмс каждая точка доставки проставлена на карте и когда логист формирует маршрут допустим там ставит клиентов программа автоматически прокладывает маршрут по этой карте то есть просчитывая оптимальный вариант объезда точек при этом учитывается не только дата но и конкретное время доставки в каждую точку с я неоднократно проверял первое время или этой программе то есть мс и пытались формировать рейсы сами тоже мы с этим разбирали и выводил разбирались и выводил отчеты и всегда когда мы проверяли программа формировала более качественно маршрут чем логисты то здесь нужно доверять программе и работать по программе то есть время вот это переходное прошло эту детскую болезнь переболели недоверие да и теперь логисты доверяют программе и работают конкретно в ней ну и еще немаловажный факт наверно если здесь все логисты собрались знаете что межфункциональный конфликт между логистикой и продажами да это наверно уже традиционная не знаю по крайней мере в россии и долго мы с коммерческим директором обсуждали эти вопросы если мы хотим снизить затраты на доставку продукции клиентам нужно работать не только одним логистом но и менеджером отделов продаж америки в итоге со мной согласился мы с ними согласовывали вот эти стадии соприкосновения и теперь при формировании рейсов менеджер отделов продаж видят затраты на доставку уже до выезда машины то есть они понимаешь его клиент получит с определенными транспортными затратами этот заказ соответственно нас логисты постоянно общаются с менеджерами отделов продаж и если машина не загружена либо какой-то товар не входит машину то есть они согласовывают и корректируют этот заказ режиме реального времени то есть если есть возможность менеджеры добавляют заказ увеличивают его либо по этому направлению договариваются еще с каким-то клиентом загружает машину до полной загрузки тем самым снижая затраты на всех клиентов внутри рейса вот это очень такой положительный момент который серьезно нашу работу работаю и логистов ну и соответственно отделов продаж ну и контроль за работой водителей на маршрутах то есть раньше мы смотрели пробег по путевому листу gps смотрели сравнивали то сейчас я сравниваю здесь написано только три уже четыре показателя при необходимости я поднимаю рейс и смотрю расстояние которое посчитала программа тмс сколько километров рейс по этому рейсу должен был проехать автомобиль смотрю данные с путевого листа смотрю данные по gps и сейчас настроили выгрызку стахографов там тоже пробег отмечается то есть соответственно есть абсолютная прозрачность по четырем цифрам можно определить насколько грамотно водитель проехал этот маршрут не отклонялся ли он маршрутом и насколько правильно сходит происходит списание топлива по путевому листу нет ли там каких-то приписок чего-то еще по итогам внедрения тмс мы получили экономисты и ну и соответственно конечно я увидел учет затрат по всем центрам финансового учета во всем подразделениям то есть сейчас я вижу отдельно затраты не только по допустим региональным доставкам либо по городским там логисты еще диспетчер у нас есть которые занимаются городом но также я могу детально посмотреть затраты по каждому отдельному рейсу по каждому отдельному автомобилю если надо подобрать то есть я могу внутри рейса посмотреть затрату сколько денег легло на каждого отдельного клиента либо поставщика сырья то есть такой очень глубокий детальный учет который позволяет выявлять какие-то точки возникновения дополнительных затрат в каких-то моментах да и с этим уже как-то целенаправленный фокус на работе поэтому вот это абсолютная прозрачность на всех этапах перевозки и она есть и пользуется не только логистика но как я уже говорил и отдел снабжения экономическая служба необходимости бухгалтера проверяет свои данные ну и это видят собственники но и генеральный директор то есть любые виды отчета при необходимости можно предоставить старая система когда мы были для того чтобы мне получить отчет то есть я делал заявку бухгалтерию либо эти специалистом они настраивали отчет и я видел какой-то какие-то определенные цифры дано допустим какие-то затраты или там затраты по конкретному автомобилю то есть их нужно было подбирать для меня то есть данный момент с внедрением тмс есть достаточно простые пользовательские настройки то есть и мне не надо никому делать заказ и ждать там не знаю два три дня потому что эти специалисты всегда заняты по заявкам бухгалтерии их никогда не допросишься сделать какой-то отчет а здесь я свободен то есть я не развязаны руки я в любой момент могу посмотреть абсолютно любой отчет и вытащить любую цифру которую мне нужно за любой период то есть это очень удобная работа с управленческими отчетами и внутри отчета я уже могу перейти хоть к любому документу и путевому листу к рейсу заданию и могу это сделать хоть по отделу в целом либо к по конкретному исполнителю по логисту по водителю то есть любые варианты отчетов это очень удобно информативно и не отвлекает не занимает моё дополнительное рабочее время ну и конечно когда есть такой глубокий учет посмотреть показатели эффективности работы не только корпоративные но индивидуальные ну и на основании вот этих показателей индивидуальных первую очередь у нас выстроена мотивация всех сотрудников логистики если я привел с определено привел определенные коэффициенты которые мы считаем показатели то есть на самом деле их больше 20 только по автотранспорту поэтому повторять наверное я их не буду у каждого она они свои индивидуальные но с этими показателями вполне удобно работать то есть и показатели не только по по логистике и по доставке я здесь наверное незаслуженно обошел вниманием ремонтную службу то есть транспортный отдел который занимается ремонтом автомобилей это тоже тмс все есть можно вести в тмс мы ведем списание запасных частей ведем учет запасных частей также тмс позволить программа позволяет вести учет сроков годности допустим каких-то документов да допустим страховка можно программе забить время и программа будет автоматом выдавать напоминание что через такое то время заканчивается страховка на кого это автомобиль то же самое по водительским удостоверением вот это все можно настроить и все это сделать плюс допустим у нас раньше списание из автошин происходило мгновенно на машину то есть сейчас после внедрения тмс это списание у нас идет прямо пропорционально пробегу то есть немножко другой подход позволяет сделать внедрение тмс и выбрать ту модель учета которую вам необходимо и вам она интересна ну и эффективность внедрения тмс то есть после того как мы получили управленческий учет и очень глубокий соответственно мы сразу же выявили места возникновения непроизводительных затрат стали точечно работать и все это позволило нам снизить транспортные затраты на 12 процентов как до запуска тмс уже было очевидно что то количество логистов которые есть не справляется с этими объемами работ и поэтому мы уже достаточно серьезно обсуждали расширение персонала то есть прием дополнительных людей но после внедрения тмс то есть этой необходимости просто не стало конечно мы не не оптимизировали людей но мы не приняли дополнительных то есть в целом тмс позволяет быстрее эффективнее работать с перевозками заявками то есть ну и сокращает затраты рабочего времени и еще один такой немаловажный факт после внедрения тмс и потом у нас появилась возможность выгружать нашим клиентам при необходимости статусы работы с их заявками то есть если они подали нам заявку на перевозку они видят что заявка допустим в обработке у логиста если логист включил заявку в рейс они видят что заявка в рейсе если склад взял заявку в отбор то есть выгружается тату заявка в то в отборе заявка отобрана отгружена то есть и дополнительная эта информация и дополнительный сервис для наших клиентов что очень приятно потому что раньше наши клиенты звонили своему менеджеру менеджер перезванивал логисту логист отвечал где находится заказ то есть теперь это все в режиме онлайн все доступно и персонал не отвлекается и клиенту очень удобно ну и как итог этого естественно это повышение уровня и логистического сервиса который мы предоставляем клиентам ну и так престиж компании что тоже немаловажно условиях конкуренции ну и тоже такой момент очень приятный то есть сейчас можно в одной программе в одном рабочем месте то есть не бегая по разным учетным системам получить всю информацию о состоянии дел причем эта информация объективная она достоверная ее можно получать в режиме онлайн то есть старая система которая у нас была там пока не закроешь месяц пока не сведут все показатели то есть я не мог получить результаты работы какого-то отдела при том что результаты выдавались где-то только к двадцатому двадцать пятому числу следующим за отчетными соответственно я получаю результаты определяю какие-то корректирующие действия мы их внедряем потом еще я месяц жду когда месяц потом жду отчет 20 дней в итоге вот эти корректирующие действия получалось реализовать раз в три месяца то есть сейчас внедрением тмс я корректирую практически каждый месяц то есть это намного быстрее намного эффективнее получается нет вот этого временного лага который сдерживает рост и развитие подразделений компании ну вот здесь представлены скриншоты это рабочее место логиста то есть при планировании рейса он видит точками на карте те задания заявки которые пришли и которые у него в работе то есть там если увеличить карту можно увидеть эту точку вплоть до номера дома того или иного города под карты как раз списком расположены вот эти заявки если проставить галочки вручную то можно их перетащить в поле это как раз поле где заявки формируются в рейс то есть первый вариант это можно сделать вручную выбрав отдельные заявки другой вариант это можно сделать в автоматическом режиме то есть формировать маршрут выбрать определенные транспортные средства свободные которые у вас есть и программа вам автоматически по маршруту соберет маршрут оптимальный и будет программа ориентироваться как раз на вместимость на грузоподъемность автомобиля либо объем то есть это очень удобно сформировать сразу рейс а потом при необходимости в этот рейс готовые заходят логисты и при необходимости его корректирует сокращает реально сокращает затраты рабочего времени проскочил немножко вот слайд но здесь рейс уже проведен он такой же готовый поэтому здесь есть и марка автомобиль водитель вот но при формировании рейса хочу обратить ваше внимание на правую сторону там где-то в срединке примерно там есть как раз цифры рыночная ставка и плановая себестоимость рейса вот как раз плановая себестоимость рейса эта программа посчитала затраты при доставке собственным транспортом а рыночная ставка это расчет как раз программа посчитала сколько будет наемный автомобиль стоит вот при формировании рейса вот эти две цифры логист сразу видит после того как все точки добавил рейс он видит эти цифры и может уже четко понимает ему ничего не нужно считать самому за сколько он доставит груз собственным транспортом и за какую цифру наемным то есть выбор очевиден и здесь уже думать не надо и это позволяет адаптировать новых сотрудников нашим условиям работы или работать им уже достаточно эффективно то есть мы реально сократили вот это время адаптации персонала вот это один из рабочих отчетов которыми я пользуюсь здесь вы видите что в отчете с левой стороны разделен наемный транспорт и собственный и там вы видите логистов то есть по каждому отдельному логисту есть определенная цифра если необходимо тут можно в шапке отчетом изменения изменения настроек сделать то есть я могу вывести работу одного отдельного логиста с наемным и собственным транспортом то есть вариации очень большие очень информативные отчеты с ним очень удобно работать ну если здесь там плюсики раскрыть дальше под логистом будет будут рейсы которые он формировал раскрываем рейс уже в заявке то есть все очень информативно все удобно и очень приятно с такими отчетами работать ну и вот этот отчет мы его создали совершенно недавно после того как внедрили в мс это как раз отчет он включает себя и тмс и в мс одновременно данные с двух разных блоков то есть здесь для повышения качества обслуживания клиентов мы завели я смотрю оцениваю своевременность отгрузки и доставки клиентам этих заказов то есть первое есть колонка после самого заказа есть колонка план отгрузки со склада то есть эта цифра не только дата но и время приходит из тмс цифру и дату дату и время там от логиста то есть при формировании рейса он четко понимает что у него должна машина погрузиться к определенному времени в такую-то такую-то дату он выставляет эту дату и она выходит в этот отчет дальше идет факт отгрузки со склада то есть после того как это задание на складе наберут и отгрузит его в программе закрывают и из вмс сюда приходит дата и время фактической отгрузки этого заказа и дальше вы видите колоночка получения груза в точке план с и по то есть эти даты начала и дата начала и дата окончания приема груза приходит из заказа менеджера отдела продаж то есть при когда они продвигают заказ службу логистики на отгрузку они проставляют дату и время когда клиент должен получить заказ и как раз вот из-за эти до изуте вот сюда выгружается это ну и факт прибытия в точку это следующий столбик здесь эти даты и время берутся с мобильного клиента то есть водители ездят со смартфонами у них есть приложение axelot они в этом приложении проставляет время прохождения точек из поэтому они там туда выгружается данные мы видим объективное объективную информацию по своевременности доставки ну и там дальше уже видно процент своевременной доставки по клиентам и процент своевременной отгрузки клиентов эти показатели уходят в мотивацию либо логистов либо уже склада так ну и перейдя в мс я уже все время свое проговорил значит причины внедрения в мс у нас мы работали старой системе тоже у нас было был адресный склад но он не соответствовал требованиям времени то есть мы работали с информацией на бумажных носителях у нас каждый заказ отбирала бригадой из четырех человек то есть там ходил кладовщик 2 грузчика и водитель погрузчика он не вчетвером ходили с бумажкой собирали этот заказ то есть соответственно была коллективная ответственность за конечный результат но сами знаете что коллективная ответственность порождает коллективную безответственность и соответственно качество работы оставляла желать желать лучшего и непонятно кто есть из четверых ошибся в конечном итоге низкая производительность труда ну и зависимости человеческого фактора так как у нас были сдвоенные ячейки в каждой ячейке было два поддона и могли быть разные даты и во время отбора персонал визуально отбирал дату и вот не часто были ошибки когда ты более свежие и в итоге это приводило к возникновению неликвидов на складе ну и также как по транспорту был очень поверхностный управленческий учетом целом общий по складу ну и при внедрении в мс вместе с акселотом мы хотели получить свои современные технологии работы во первых во вторых уйти от бумажных носителей чтобы сократить затраты времени так как за каждой бумажкой нужно было сходить к оператору и оператор и и еще оператору надо было напечатать то есть нужен был индивидуальный учет работы каждого отдельного сотрудника что неизбежно должно было бы привести к повышению производительности труда плюс требования клиентов у нас также были распечатаны на бумаге были специальные папки то есть кладовщик находил клиентов папки какие требования клиента к отгрузке и после этого считался наборка заказа сократить возникновение неликвидов я уже сказал то есть уйти от человеческого фактора переложить контроль за сроками остаточными сроками годности на систему то есть это тоже была задача достаточно серьезно которую мы хотели получить ну и получить прозрачность работы склада так остановлюсь на этапах но это под внедрение давайте я могу не останавливаться потом расскажу потому что это было второе внедрение в мс мы подошли очень серьезно к этому вопросу я считаю что готовится к внедрению надо очень серьезно и работать не только проектной команде но и отделом продаж и в том числе с покупателями и это очень важно потому что сразу после запуска у вас в это время провал и люди могут остаться без наши клиенты могут остаться без вашего товара обнуляться полки и это очень серьезный момент ну и по итогам внедрения мы получили да действительно современной технологии то что мы хотели причем также как в тмс мы четко понимали чего мы хотим и мы выставляли при внедрении свои определенные требования которые все были реализованы компания акселор мы автоматизировали все процессы получения сотрудниками заданий в режиме онлайн то есть мы сократили время на движение сотрудников за получить на бумаге задания потом его вернуть и так далее то есть они сейчас никуда не ходят все режиме онлайн получает ну и также быстрая адаптация новых сотрудников то есть сейчас нет такой острой необходимости изучать ассортимент который был раньше когда работали с бумагой на у нас трехступенчатая система контроля это было сделано недавно то есть это тоже была доработка от силота то есть при выявлении ошибок в наборке либо выявление ошибок при отгрузке то есть через тсд терминал сбора данных фиксируется ошибка и мы в отчете видим всю цепочку сотрудников которые пропустили эту ошибку и можно уже целенаправленно детально работать также мы ушли от информации на бумаге о требованиях клиентов теперь при погрузке автомобиля кладовщик на тсд получает информацию о том какие требования индивидуальная клиента к упаковке его заказа то есть и соответственно это повышает качество работы нашей службы но и лояльность клиентов ну и как реально учет учет всех объемов и качество выполненных работ то есть и мы сейчас на основании вот этих отчетов из вмс высорили индивидуальный теперь каждый сотрудник индивидуально отвечает за свою работу вот коллеги у меня все извините что занял мы еще прошу прощения да ну отчеты кипя я уже сказал повышение труда за счет производительность труда за счет вот того что мы убрали не произвели затраты времени детализация процессов тмс в мс я вам отчет показывал что сейчас за счет внедрения двух систем есть такой очень удобный показатель который напрямую в режиме реального времени показывает качество работы всех служб логистики ну на этом все а